неделю назад разработчики рассказали массу интересных подробностей о будущем игры о том когда ждать важных изменений о том когда состоится релиз следующего крупного дополнения и даже о том когда история борьбы света и тьмы завершится и конечно это все очень масштабно эпично но кого-то это могло запутать столько нововведений наобещали а запомнить что и когда добавят или починят не просто я тогда вам вообще на целый подкаст наговорил так что сегодня давайте сфокусируемся на том какая часть всех тех крутых анонсов относится к самому ближайшему будущему то есть к следующему четырнадцатому сезону название которого мы пока правда не знаем но знаем дату его начала 11 мая через два месяца во-первых если кто-то упустил самое главное нововведение 14 сезона то банджи полностью отменили sunset систему для снаряжения то есть вы больше не столкнетесь с тем что какую-то любимую пушку нельзя будет поднять до актуального уровня силы это касается абсолютно всего того снаряжения что актуально сейчас то есть все что вы можете прокачать до текущего уровня вот сегодня вы сможете использовать и прокачивать и далее а вот все что уже получила понижение это можно понять по белому уголку на иконке то уже не вернешь да всем очень грустно за паука отшельника и так далее но как нам доказал сезон избранный разработчики могут добавить достаточно богатый набор снаряжения который также будет интересно выбить с хорошими перками во вторых в четырнадцатом сезоне в город вернется ада 1 и на этот раз ее визит ожидается с особой силой ведь начиная с мая красотка будет управлять одной из самых долгожданных функций трансмагрификацией в destiny 2 эта система будет называться синтез брони он позволит стражам превратить любую часть брони которую они получили и разблокировали в коллекции в универсальный орнамент на вроде тех что можно получить из сезонника или у тэс эверис в начале 14 сезона ада предложит игроку небольшой квест который познакомит нас с новой системой и в награду даст материалы необходимые для включения ткацкого станка ады специального устройства которое способно создавать универсальные украшения из брони банджи также заявили что эти материалы можно будет приобрести в магазине eververse за серебро то есть как в общем то с орнаментами было всегда либо выбиваешь сам либо если такой нетерпеливый можешь заплатить сведением синтеза брони в меню персонажа также появится новая вкладка отвечающая за внешний вид на этом экране игрок сможет управлять всеми своими орнаментами которые разблокированы ранее или созданы на ткацком станке а также убоги наконец-то применять шейдеры не просто к отдельным элементам брони а ко всему экипированному снаряжению разом плюс к этому шейдеры теперь не расходуемый предмет который может закончиться разблокируемая краска которую можно применять сколько угодно раз короче говоря на ровно та же нормальная система что и была в дистине 1 но с дополнительной возможностью красить отдельной части брони третьим пунктом поговорим про хрустальный чертог новый рейд который никогда уже был в первой части и является одним из любимейших у сообщества кстати я делал видео про этот рейд не так давно так что советую посмотреть не только ностальгирующим но и игрокам которые еще не были на этом рейде банджи заявили что механики этапов рейда претерпели несколько изменений чтобы опыт прохождения соответствовал текущему балансу и геймплейной песочнице destiny эти изменения также нацелены на то чтобы рейд оставался интересным и достаточно сложным как для новых игроков так и для тех кто уже был в нем 6 лет назад разработчики также ответили на популярный вопрос если этот рейд уже никогда был в игре будет ли на его запуске в destiny 2 гонка за первенство да будет хоть она и будет проходить немного иначе чем обычно кроме ограничения силы как это бывает обычно в первые 24 часа после запуска игрокам также необходимо будет завершить специальный набор специальных триумфов так что команда которая первой завершить рейд и выполнит этот список триумфов будет объявлена победителем и получит пояс и если рейд хрустальный чертог откроется в самом начале нового сезона то до конца года разработчики обещают добавить в него сложность мастер мы бы хотели чтобы у всех будущих рейдов и подземелий была версия мастер в которой игроки могли бы зарабатывать соответствующие адепт снаряжение заявили в студии и это кстати очень интересная возможность также в 14 сезоне банджи снизит общее увеличение предела мощности за сезон с 50 единиц до 10 это то о чем мы просили уже не знаю сколько сезонов подряд ведь по факту со стартом каждого нового сезона игроки сломя голову начинали фармить старые активности для того чтобы скорее прокачать своего персонажа вместо того чтобы играть в новые режимы и закрывать появившиеся квесты еще в 14 сезоне планируются заметные шаги по ребалансу подкласса стазиса в пвп многие из основных механик стазиса такие как замораживание или замедление просто шокировали игроков первые дни после релиза за гранью света и в течение нескольких месяцев после выпуска дополнения студия ребалансила на эти способности но этого все еще было недостаточно так что теперь банджи заявили что в 13 и 14 сезонах команда продолжит выпускать обновления не только для стазиса но и для подклассов света чтобы добиться баланса на аренах горнила в качестве того что точно будут урезать и менять разработчики рассказали о нескольких деталях тут и отмена заморозки титана при касте супера и нерв ульты охотника и исправление трекинга атаки варлока при активации супера а также общее снижение урона от осколков в общем ждем наконец-то скорее бы что же касается истории и сюжета следующего сезона то тут конечно пока тишина мы лишь можем догадываться строить теории но все же студия слегка нам помогает когда говорит что в следующем сезоне центральной фигурой станет и кора рей столь важный персонаж совсем никак не использовался аж с релиза обители теней так что пора и вернуться на первый план чему я безумно рад и кора крутая и кстати она же будет иметь большую роль в событиях дополнения королева ведьма в следующем году на этом пока что информация о следующем сезоне заканчивается но мы будем за ней пристально следить чтобы не пропустить следующих новостей и подробностей подпишись на канал прожми колокольчик и напиши в комментариях чего из этого списка ты ждешь больше всего спасибо за просмотр удачи страж